В ночь на 3 августа российские военные снова нанесли удар по Киеву с помощью шахедов. Это восьмой подряд налет дронов «Камикадзе» на украинскую столицу. Воздушная тревога в Киеве длилась три часа и стала 820-й для города с начала полномасштабного российского вторжения. Украинские власти заявляют о том, что все дроны «Камикадзе» были уничтожены. В предварительной информации жертв разрушения в Киеве нет. Глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что ПВО сбило все летевшие на столицу дроны. Восьмая подряд атака баражирующих боеприпасов шахед на Киев. И снова, как вчера, атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву выявлены и уничтожены почти полтора десятка воздушных целей. По данным воздушных сил ВСУ было сбито 15 шахедов и 7 разведывательных беспилотников. Глава обл. администрации Сергей Лысак сообщил об атаке на Некопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. По его словам, в результате были повреждены четыре частных дома и одна из школ. Российские военные также обстреляли церковь в центре Херсона. В результате три человека получили ранения, сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации в Телеграме. Трое пассажиров троллейбуса были ранены, когда они проезжали мимо собора во время российской атаки. Их госпитализировали на скорой помощи. 39-летней женщине и 53-летнему мужчине, оказывается, медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелое ранение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка. Врачи борются за его жизнь. Во время тушения пожара, возникшего после первого обстрела Свято-Екатерининского собора, произошел повторный обстрел. Четверо сотрудников ГСЧС пострадали и были госпитализированы. Им оказывается необходимая помощь. Также была повреждена специальная техника, сообщил в фейсбуке Сергей Круг, председатель государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Российские войска ведут наступательные действия в районе Купенска и Кременной, а также позиционные бои у Клещеевки. 2 августа были зафиксированы незначительные успехи армии ИРФ в наступлении на востоке Купенска и к югу от Белогоровки. Украинские войска осуществляли ограниченные контратаки вблизи Кременной, но не совершили значительных прорывов. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. 2 августа на Донбассе продолжались бои. Украинские войска продвигались в районе Бахмута. Однако российские силы успешно отражали их атаки. Также сообщалось о наземных атак вдоль линии Авдеевка-Донецк. Но результаты этих атак не были успешными ни для украинских, ни для российских войск. В западной части Донецкой и Восточной Запорожской области проходят контрнаступательные операции украинских войск. Однако на 2 августа не было подтвержденной информации о результатах действий ни со стороны Украины, ни со стороны России. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заявил в телемарафоне «Единых новостей», что сотрудники Службы безопасности Украины участвовали в обеих операциях по подрыву Крымского моста. Первый взрыв на мосту произошел 8 октября 2022 года, а второй – ночью 17 июля этого года. В июле представитель СБУ Артем Дегтяренко отметил, что украинская спецслужба с интересом наблюдает, как один из символов путинского режима, не выдерживает военной нагрузки. На вопрос о том, подтверждает ли Украина свои заявления о том, что будет воспринимать российские суда в Черном море как военные цели, глава СНБО ответил, что Украина, цитата, «периодически не то, что подтверждает, а громко подтверждает это своими действиями». Наши военные ставят на место неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители нашей службы безопасности, которые принимали участие в первом и во втором случае. Продолжение следует...